Ребята, всем привет! Меня зовут Герман. Это мой папа, Владимир Иванович, знакомьтесь. Очень много просили тебя, чтобы мы с тобой пополняли какие-нибудь челленджи, вот, и сегодня мы с чем? С баллоном. Давай начнем с баллона. Давай начнем с баллона. По моим правилам. По твоим правилам. У нас у каждого по три попытки. Один баллон катит, а второй должен попасть в него и в ворот. Кто первый начинает? Пожалуйста. Молодежь у нас впереди. Ну хорошо, окей. Ладно. Что? Понятно? Понятно. Ну и прежде чем мы приступим к ролику, я расскажу небольшую предысторию. Во-первых, мой папа занимался футболом. Он играл достаточно долго. Он был вызван во вторую лигу за АКУ, но не смог принять этого предложения, потому что у него были проблемы со зрением. И раньше в его годы, если у тебя там 18-20 лет проблемы со зрением, то как бы со спортом приходится заканчивать. И он ударился в учебу. Отец постоянно занимался со мной. Мы где-то какие-то мои слабости прокачивали, где-то развивали сильные стороны. И действительно очень много тренировались вне вот этого вот общекомандного процесса. На одной из такой дополнительной тренировки, когда мне было лет 12 или 13, мой папа сломал ногу. И, к сожалению, это оказался очень сложный перевом, потому что практически год ему пришлось в гипсе провести. Это гораздо больше, чем обычно надо для перевомов. Но был перелом со смещением в нескольких местах, на лодыжке. В общем, мой папа до сих пор до конца и не оправился. Это было на этом поле у меня за спиной. Я сейчас немножечко его покажу вам, потому что здесь уже футбольного поля нет. Здесь вырос лес, а какие-то супер игровые челленджи мы не можем снять. Но на данный момент, за исключением того, что нога не столь подвижная, какого-то дискомфорта у него нет. Поэтому мы попробуем записать те челленджи, которые мы можем сделать. Поехали челленджоваться. Друзья, вы всегда знаете, что у нас есть надежный друг, который всегда будет поддерживать вас в любой ситуации. Внизу в закрепе самый надежный, самый классный, самый быстрый друг, который всегда вам поможет. Ну и не забывайте про бонус, который можно получить. По какому промокоду HULL? По этому промокоду. Мне правда надо попрыгнуть, чтобы попасть. Я тебе серьезно говорю. Это очень легко. Ну вот от дерева. Поехали. Давай. Один балл. Один балл 9. Я же тебе говорю, это просто. Просто? Давай. Давай. Ну то что, ну... Выкатился не считается. Он не попал. Не надо сказаться, я обманывался. Давай. Давай. Парк. Я спешка нуждал, вомкал. Игра заканчивается в момент, когда кто-то из нас забивает. Правильно? Да. Думаешь, так просто? Давай. 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 Сейчас поменять наш мир. Колокол лайк. Обманул? Что ты довольный? Не, окей, хорошо, я признаю, я проиграл Все, вот Давай дальше, давай второй челлендж Давай У нас есть, я не думал, чтобы я так быстро закончил с первым У нас есть второй челлендж Мы договорились, что мы поставим бочку, которую я снимал в прошлом видосе Папа будет делать длинную передачу А мне нужно будет в касание, в лед переправить мяч в бочку И у меня будет сколько попыток? Пять? Давай десять Десять? Ну за десять это легко Ну сейчас, мы уже проверили Я снимаю нам Кошка, ты уйдешь куда-нибудь или нет? Ну ты и навесил так себе, если честно Хорошо, навесил Ну вот так надо Ну свали в туман Мася Маша И что вы? Ты думаешь, что Маша? Взвалишь или нет? Кошка мешала Мася Сейчас идеально будет Ну так тебе Ну конечно Опять ты не даешь на ход? Ну я понимаю, но я же не могу прям по тебя дать Опять ты мне даешь на ход Ну я понимаю, но я же не могу прям по тебя дать Хорошо подал, один раз только Ну я что я могу сделать? Ну и что я могу сделать? Я не знаю Это дурацкое задание А зачем ты такое придумал? Не знаю Казалось, что я сзади минуты сделаю и все Дурацкая бочка, а? Все, попали-попали Ну давай с тобой челлендж Что? Сударом? Ну да, чтобы с места попасть в бочку Она стоит, она у вас с тобой получается Света сможет мертвый, нулевой Да Раз мне вот на шоку Копать Иди сюда То есть как получится Так и не право Диалог Да, и кстати, так как сейчас я частенько бываю в деревне у своих родителей Я немножечко парился в своих старых вещах И нашел там вот такую вот маечку Вы помните, я рассказывал, что я немножечко так был в итальянской серии С В команде Ремини В общем, эта футболка оттуда И в целом я там откопал достаточно большое количество разных футболов Джерси команд, за которых я играл Джерси с автографами И кучу-кучу-кучу разного такого раритетного барахла Которое действительно может быть интересно вам И если вам хочется, чтобы я снял подробный видос О всех тех приколюхах с автографами Или просто с футболками, в которых я играл В общем, показать все свое футбольное вот это вот достояние То обязательно ставьте большой палец вверх Напишите об этом в комментариях Хотелось бы вам увидеть такой видос Ну и если реально 100 тысяч лайков на этом видосе будет То сделаем отдельный большой выпуск на этот канал Ну я гений Я теперь, я знаю На! Да почему? Короче, по сути, этот челлендж уже не имеет значения Потому что я по всем статьям проиграл в бате Друзья, я не знаю Судя по всему, придется набирать лайки И приезжать на матч-реванш По моим правилам играть Я сделал удар через себя Да! Что-нибудь невероятное Откуда? Вот отсюда можно Ну давай Давай Хорошо Здесь я все забиваю О, все точно Ладно Ну ладно Забей третий Чтобы уже было Насчитываю Ну ладно Все Спасибо Ну ладно Я признаю, что ты меня обыграл Я требую ваш реванш Это было хорошо Короче, надо придумывать новые челленджи пока Что можно еще с этим У меня есть еще Вороза Двое, там, в Москве маленьких Давай Я нам привезем Будем играть Давай Так что вот так вот Все Слушай, мы сняли Все Сняли Ну с поддавку СANTIC Я поддавался, пап Да честно Я тебе серьезно говорю Я только Первые два поддавался Третьи нет Молодец Если честно, нет Если честно, я до сих пор не понимаю а почему я проиграл и что произошло не так вообще, в какой момент. К соседу иди. Да, да, точно. Просто посмотрите на то, как снимается контент в деревне и особенно в плохую погоду. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте красную кнопочку серой. С вами был Герман Классик, всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok